Привет дорогие друзья, подписчики и гости канала! С вами Илья и это новый выпуск рубрики Игровой Андроид Фрэш. Поехали! Начнем мы сегодня с интересного приложения Поздравление.ми. Это сервис, который поможет вам получить те подарки, которые вы действительно хотите. На самом деле это очень удобная штуковина. Здесь мы заводим личный аккаунт и указываем те вещи из каталога, которые хотим получить. Далее друзья могут все это дело посмотреть и уже подарить вам то, что вы действительно хотите. Ну и то же самое с вашей стороны. Всегда можно посмотреть, например, что хочет именинник и уже подарить что-нибудь из этого списка. По-моему, очень даже здорово и не нужно ломать голову над подарком. Товары можно покупать прямо из приложения с помощью Киви кошелька. Также здесь есть подразделение по праздникам, можно добавлять новых друзей, смотреть ленту новостей, добавлять даты и так далее. В общем, получается такой вот социальный проект, где каждый указывает свои товары, которые хочет получить. Ну и само собой, все это дело в такой красивой и минималистической оболочке. Приложение бесплатное, так что можете с ним ознакомиться поближе. Ну что ж, а мы двигаемся дальше и теперь переходим непосредственно к играм, а точнее к новостям. Hyperbone, новая Skyfire Arcade появится уже этим летом. Здесь нас будут ждать 30 динамичных уровней, в которых все зависит от ваших рефлексов и скорости реакции. Нас ждут индустриальные пейзажи, галактические шахты, различные промышленные вентиляторы и межзвездные торговые пути. Препятствий здесь также просто огромнейшее количество, так что будет интересно играть. Ну что ж, ждем поскорее данный проект. LEGO Minifigas Online выйдет на Android уже 29 июня. Игровой мир LEGO состоит из множества разнообразных локаций со своими сокровищами и боссами. Исследуя мир игрок, можно открыть разных персонажей, каждый из которых обладает уникальным набором характеристик и способностей. Кроме того, игра предоставляет возможность строить из кубиков конструктора различные строения и необходимые вещи. Думаю, фанатам серии LEGO точно должно понравиться. Ну и последняя новость на сегодня. В сети появился первый трейлер игры Crashlands. Игра совместит в себе элементы выживания, строительства, крафтинга и исследования мира. Не обойдется она также и без сражений. Игрокам предстоит уничтожать стражников неизвестного мира ради открытия новых локаций и получения уникальных ресурсов. Игроки смогут создавать различные предметы, строить дома и даже приручать животных. Релиз игры должен состояться уже этим летом. Ну а теперь, наконец-то, переходим к новиночкам. Free City 3D. Мультяшная игра, чем-то отдаленно напоминающая GTA. Здесь мы играем за Макса, который отсидел 10 лет в тюрьме и вышел на свободу. Пришло время подзаработать, и именно этим мы будем заниматься. Здесь мы будем выполнять различные миссии и получать само собой деньги. Угоняем тачки, покупаем оружие, убираем конкурентов, да и вообще делаем все, что захотим. Основная цель это заработать как можно больше, выполняя разнообразные задания. Игра доступна абсолютно бесплатно. Xenover, как классный атмосферный шутер. Станьте последней надеждой человечества в борьбе с мутантами. Вам предстоит разбираться с последствиями научного эксперимента, который прошел не совсем так, как ожидалось. Это шутер с видом сверху, в котором вам предстоит продемонстрировать свои боевые навыки в подземном исследовательском комплексе. На более низких этажах скрывается самый ужасный обитатель лабораторий. Конечно же нам предстоит встретиться с ними лицом к лицу. Само собой у нас будет целый арсенал, так что будет чем валить гадов. По-моему это довольно интересная игра, так что обязательно всем советую попробовать. Стоимость ее составляет 101 рубль. Ну и последнее на сегодня. Unkilled. Игра предлагает пользователям истребить кровожадных мертвецов и одержать победу в этой непростой схватке. Действие тут происходит в Нью-Йорке после зомби-апокалипсиса. Игрокам предстоит уничтожить полчища ходячих мертвецов. Сюжетная линия состоит из набора миссий, разбросанных по карте города. В качестве дополнения тут также присутствует множество сторонних заданий. Между прохождениями миссии есть возможность пополнить снаряжение, а также купить или улучшить оружие в местном магазине. В общем, если вы любите Dead Trigger, то и этот проект, думаю, будет вам по душе. Кстати, он от тех же разработчиков. Ну что ж, а на этом мы на сегодня заканчиваем. Ставьте большущие пальцы вверх, и мой обзор выйдет как можно скорее. Также пишите свое мнение в комментариях под видео и подписывайтесь на канал. А с вами был Илья, вы смотрели игровой Android Fresh. До скорой встречи всем. Пока.